Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных 80-летию нашего любимого клуба «Черноморец». И сегодня у нас собрались легенды полувековой закваски. То есть легенды нашего футбола, которые играли еще в далекие 50-е, 60-е годы. Того самого периода, когда наша команда и обрела название «Черноморец». Самое главное, надо подчеркнуть, что все наши дедушки – это воспитанники одесского футбола. Значит, кто у нас сегодня в гостях? Это Леонид Федорович Батарев, сидит рядышком со мной. Затем Александр Револьд Дмитриевич Руга и Владимир Викторович Аропакин. Вот эта тройка сегодня принимает участие в нашей передаче. Но пока, так сказать, прежде чем мы начнем с ними беседовать, небольшое, так сказать, досье о каждом из них. Вот спасибо клубу «Черноморец», которые помогли нам собрать, так сказать, по крупицам какие-то данные. Потому что многие из молодых болельщиков наверняка, так сказать, не видели вас в поле. Вот, и эти имена для них, может быть, тоже, в общем-то, не на слуху. Хотя наши ветераны, конечно, и соборка помнят вас всех. Итак, Леонид Федорович Батарев родился в 1937 году. Полузащитник. Начинал карьеру еще в 1955-1957 годах. Играл за юношескую команду «Металлург» Одесса. С 1958 по 1960 играл в Одесском «СКО». Это был спортивный... В Одесском военного округа. С 1961 по 1965 играл в «Черноморце». Провел 137 матчей. Да, 7 мячей забили. Кстати, вот что нам, так сказать, аналы истории подсказали, что о вас сочиняли строки. «Услышав на трибунах рев, зная мяч, ведет Чеботарев». Стучат болельщиков в сердца, вдруг доведет он до конца. Да, было такое. И тренерской деятельностью занимались еще с 1968 года. Так, рядышком с ним, с роскошной седой бородой, Александр Львович Дмитриевич Руга. Родился в 1932 году. Тренеры пробовали его, пожалуй, на всех позициях. Но вы почему-то в защиту попросились, да? Играли в защите. В 1952 году стал чемпионом Украины и чемпионом Советского Союза среди юношей. Причем призывали его, приглашали в столичные клубы. Всем отказал, потому что патриот и остался в любимой Одессе. Вот, с 1953 по 1958 год провел 101 матч за Одесский металлур, который позже стал пищевиком и потом черноморцем. Вот, и 15 лет, с 1963 по 1978 год работал одесским тренером в спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва Черноморец. Вот, и, собственно, это с вашей подачи моряками стали Заболотный, Попичка, Биланов, Жикю, Жирков, Букель и многие-многие другие. Так, и Владимир Викторович Арапаки сидит для вас крайне справа. Он родился 7 апреля 1937 года. А поскольку у нас сегодня 7 апреля 1916 года, то мы можем, во-первых, высчитать, сколько вам лет и поздравить вас с днем рождения. 79 сегодня. 79. Поздравляем вас с днем рождения. Еще не залованный. Вот, так держать и вот всегда, чтобы, так сказать, было такое чувство юмора и действительно хорошее настроение. Играли в защите. Вместе с Василием Москаленко выиграли юношеский чемпионат Украины в составе сборной Одессы. И потом обоих взяли в юношескую сборную Украины, которая стала чемпионом всего Советского Союза. Тоже отказались переходить в Динамо, вот, потому что Одесса вам оказалась дороже, чем Киев. Вот. И дебютировал, кстати, в тамбарическом матче именно против Динамо. Вот. Играли крайним защитником против Виктора Фомина. Фомина. Да, вы помните этот матч, да? Помню этого. Но он затаскал вас тогда, да? Юрочка. Затаскал. Загонял. Пытался поначалу, а потом раскусил его и уже не проходил его номер. Ну, я не знаю, легенды говорят, наши дедушки, я не свидетель, но мне дедули наши рассказали с сборки, что легенда гласит такое. Он только ногу заносил над мячом, я уже разворачивался. Ходят слухи, что вам принадлежит фраза во время матча, дядя Витя, остановитесь, или я сейчас упаду и умру. Было такое. Было такое? Да. Он меня поначалу затаскал просто. И вот в сезонах 1955-1956 годов, вот как раз вторая дата, это вообще-то год моего рождения, то есть меня еще не было, когда вы уже начали играть. Вот. Провел за пищевик 33 игры. Ну, прежде всего, спасибо огромное, что пришли к нам. Давайте вспоминать наш Черноморец тех времен и вспоминать, какие наиболее яркие ваши впечатления в футболе тех того времен. Ну, более яркие это были, конечно, когда мы играли СКА и Черноморец, это была финальная игра на ЧГМП, народу было забито битком. И я, как сейчас помню, значит, у нас был Илья Афеевич Алидар, я ему заказал где-то, говорится, билетов 100 на матч. Вот. Ну, когда, значит, я жил на водопроводной, это старики потом эту улицу признали скорби и печали. Почему скорби и печали? Потому что туда несли, значит, на кладбище и ввели в тюрьму. Ну, я принес эти все билеты, значит, раздал ребятам, они мне говорят, Леонид, а там еще нету хотя бы билетов 50. Я говорю, я его знаю, Илья Афеевича, подошел я к нему, значит, говорю, Леонид Афеевич, можно еще там билетов 50? Он говорит, ты что? Говорит, все билеты уже распроданные. Люди занимали 4 часа утра, жили костры, это уже была фактически осень, жили костры для того, чтобы попасть на стадион. За билет стояли. Большие очередя были за билетами. Билеты, это, говорится, и стадион был забитый битком. Вот, значит, а нас тогда посчитали, я в СКА играл, и переходя, значит, в Черноморец, да, говорит, а что это за команда? За серая команда в Черноморец, она ничего не выиграет. У них был такой, значит, твене Лабженидзе. Она говорит, мы, это, говорится, Черноморец забьем и, говорится, спокойно, тихо будем чемпионами, значит, Украины. Мы выиграли, значит, чемпионат Украины. Вот, получили все мастеров спорта. Вот, ну и фактически мы завоевали высшую лигу. Высшую лигу, потому что чемпион Украины, да, должен был играть переходную игру с Донецким Шахтером. Вот. А у меня в Донецком Шахтере играл такой Дима Мизерный, Володя его знает. Вот. И я потом его спрашиваю, Дима, а что ж такое, что ж мы не приехали в Киев играть, значит, контрольную игру с нами? Он говорит, ты знаешь, Леша, мы посмотрели вашу игру, туда специально приехала делегация, 25 человек смотрели нашу игру с Кай Черноморец. Вот. И когда мы посмотрели, что, говорится, вы на таком уровне приличном играете, да, а мы играли там, они же выиграли, как раз тогда Кубок Советского Союза выиграли, да, и восьмое место они, значит, заняли в чемпионате Советского Союза. Ну, говорится, конечно, говорится, мы уже не могли, говорится, на третий фронт уже, почему, потому что у нас уже сил не было, и мы уже фактически все были в отпуску, вот. Ну, выиграли, значит, выиграли чемпионат в Украине, да, и фактически мы остались на том уровне, в котором были, в классе Б так и остались. В 62-й год, значит, мы заняли, значит, на Украине второе место, вот. Но я сейчас не буду не только говорить, значит, о чемпионате, что мы говорим, буду говорить о всем футболе нашем, где я, говорится, проиграл в 61-го по 65-й год. Ну, давайте дадим еще возможность поговорить, мы с вами продолжим обязательно, да, расскажете, еще подключаем к разговорам наших гостей. Кстати, вот вспоминая о футболе тех времен, ведь рассказывают о том, что трамвай же ходил раньше по Греческой улице, да, вот ходил трамвай по Греческой, на канатной поворачивал, и говорят, что вот висели гроздями болельщики на этом трамвае, и на повороте трамвай просто завалился. Ну, самое удивительное, что никто не пострадал, ну, потому что болельщики люди тоже, в общем-то, достаточно реактивные. Вот вы упоминали администратора команды, Алидарта, а дело в том, что вот тогда администратором футбольного клуба «Черноморец» был человек, который родственными тесными связями связан с нашей телекомпанией, потому что наш учредитель Игорь Николаевич Покровский, известный одесский журналист, заслуженный журналист в Украине, это племянник, в общем-то, администратора «Черноморца» тех лет, так что, в общем-то, очень много связей таких вот внутренних существует в Одессе, от которых никуда просто не деться. Вот, Владимир Ильич, ну, правильно рассказывать, в принципе? Все правильно. Все верно рассказывать. Все правильно. А что здесь выдумывать? То, что было, то есть. Ну, то, что вот на игру с «Черноморцем», вот в этой газете даже есть 50 тысяч зрителей. Какой стадион вмещал 50 тысяч зрителей? Это вот статья Леонидовича Батырева о «Ягуртем», что играл в «СКАЯ Черноморца». Нет, там внутри еще разверните. Сейчас. Там состав и команд еще разверните. Нет, 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 Володя, тут состав команды нет. Ну, как нет? Нет, это не та газета, Володя. Это газета, которой я давал интервью, такой был у нас корреспондент Воробей, Володя. А где моя газета? Вот. Что я дал? У тебя на нас осталась газета, Володя? Ну, не страшно. У нас еще есть фотографии. Ничего, ничего, сидите, сидите, пожалуйста, сидите, не вставайте. Доставят вам эту газету. Сейчас найдем. Она просто перед началом эфира там... Стадион «Черноморца» вмещал максимум 30 тысяч. А здесь 50 тысяч. У нас на тренировки больше людей приходило, болельщиков, чем сейчас приходит. Так, мало того, да, во-первых, тогда тренировки проходили прямо на центральном стадионе, не было тренировочной базы, и был свободный вход, да, болельщики приходили. А весной... А во время игры же висели на деревьях. Да. Вот там чуть ли не на парашютах летали смотреть футбол. Весной так народу собиралось вообще, и все команды приезжали в основном на сборы в Одессу. Зенит, Ленинград, Динамо-Киев, Динамо-Москва, ЦСКА. И со всеми ими приходилось играть здесь. Но играли в основном на Динамо. А готовили, чтобы не портить поля, госуниверситет, а стадион. Хорошая поляна была. С устойчивой травой и такой все. Это на Щепкино. Нет, в Шампанской переулке. В Шампанской переулке, да. В основном игры вот эти товарищеские, что готовились к сезону. Все дома отдыха, санатории были заняты командами мастеров. Ну да, тогда же за рубеж не ездили, а спарринг и партнеры нужны были. А здесь погода позволяла работать командно. Но потом, вот я хочу подключить к разговору Александра Дмитриевича. Потом появилась база в Отраде, да. И в принципе... База в Отраде это мое произведение искусства. Я скажу, это одна из ваших идей. Да, это я предложил. Галинский был у нас начальной команды, Борис Вениаминович. Я уже не был в команде. Я его позвал и сверху показал ему, что вот здесь можно сделать базу футбольную черноморца. Детей для детей и юношей. Ну и для всех в принципе. Да и с вами связано появление Заболотного в Одессе? Ну, в всяком случае говорят, что это вы посоветовали пригласить Юру Заболотного в клуб. Это Кацман в Спартаке был, где Заболотный был в команде. Юру Заболотного я предложил, чтобы взяли. Я был травмирован сильно и играл за металлур клубный вместе с Заболотным. Он в этой газете есть и Заболотный там. Меня спросил Борис Вениаминович тоже, начальник команды, он нашел, кого я могу посоветовать на мое место. Я травмированный, ушел с команды. Я посоветовал Юру Заболотного. Его взяли и потом он играл. Юру Заболотный, он, говорится, его первые тренинги, это Кацман. А я же сказал Кацман. Он, говорится, практически на Спартаке вырос. И там не только он. Там, значит, были такие футболисты, как Оля Молочков. Там, значит, были, значит, кто там еще у нас был со Спартака. Бакатов оттуда вышел. Это все воспитанники, говорится, Кацмана. Там они пропадали на Спартаке. И оттуда, практически, они попадали в команду мастеров. Так что в этом отношении, конечно, большое почтение Кацмана. Он, говорится, работал там день и ночь на Спартаке. И действительно, там рождались мастера спорта. А как попичка появился в команде? Ну, попичка – это воспитанник Держинки. Держинки со Слободки. Держинки – он воспитанник, Слободской парень. Вот, и он, значит, его оттуда взяли, значит, он играл за Держинку, такой завод у нас. Не знаю, он сейчас существует или нет. Вот, завод Держинку. Он играл за Держинку на первенство города. Ну, видно, Анатолий Федорович подсмотрел его, да. Вот и пригласил команду мастеров. И он, говорится, занял место, потом место Володище Галькова. Володище Галькова забрали в Киевское «Динамо». Вот, Володище Галькова играл, значит, у нас в 1961 году первый круг. А второй круг уже играл за Киевское «Динамо». И так получилось, что он был чемпионом Советского Союза и чемпионом Украины. Вот. 50% он сыграл первый круг, да, и 50% и второй круг сыграл, кажется, за Киевское «Динамо». Володище Гальков вместе со мной начинал в 1955 году. В Пищевике. Давайте мы посмотрим, у нас вот есть фотографии. Давайте мы посмотрим вот фотографии, и вы, может, прокомментируете ее. Я попичка хотел сказать вам. Ага, да, да, пожалуйста. Значит, я был тренером сборной школьников тогда вместе с Михальченко. Я был вторым тренером. И мне Михальченко говорит, что в Дзержинке есть мальчик, который играет за взрослую команду. Но мы уже не успеем его достать, послезавтра уезжать. Я говорю, я попробую. И не было ни адреса у меня, ничего. Только мне сказали, что под Крекингом, 20-м трамваем ехать. Я сел на велосипед, поехал туда и встретил его маму как раз там на обрыве. Но она мне его позвала, я ему объяснил, что и как. Он говорил, что ему не разрешает, был начальник команды Дзержинец был, я забыл сейчас. Врочее трение не разрешает. В отец Куриный, кличка была. Какая кличка? Куриный. Я не помню, как сейчас я знаю, но не помню. Что он сказал, что он его отдаст только в основной состав Черноморца. Даже в дубель не отдаст. В общем, я с ним поговорил, он поехал. Я ему говорю, что надо поехать тебе за сборную школьников в Одессу. Станете вы чемпионами Украины или нет, но ты должен попасть в сборную Украины. Он попал, они стали чемпионами Союза. Он приехал, его сразу же взяли в команду. И весной уехал Шигальков в Динамо Киево. Он стал играть основным игроком Черноморца, центральным защитником. Ну что ж, давайте теперь посмотрим фотографии. И вы прокомментируете эти фотографии. Вот первая из них это Черноморец, команда мастеров класса А, Десса, 64-й год. Помните? Дайте вам здесь две крупные фотографии. Секундочку. Вот фотографию мы смотрим. Да, расскажите вот об этой фотографии. Помните ли вы игроков? Значит, футбольная команда мастер-класса А, Черноморец, город Одесса, 1964-й год. Старший тренер Горохов. 54-й? 64-й. Так ты не играл уже тогда. 64-й. 64-й. Сейчас наши ветераны сесть поругаются. Значит, в 64-м году команда Черноморец занимала где-то 13-14 место. Чуть и не последнее место в классе А. Это была высшая лига и была класса А. Мы занимали, значит, там где-то, наверное, 13-14 место. При Горохове. При Горохове, да? Он в первом ряду, третий слева. Да. По середине Фурс, по-моему. Да. Вот там Олидар Толяр Феликович. Второй слева. Да, начальник команды. Вот. И врач Яша, как помню. Значит, Яша у нас был врачом, но я не помню его фамилию. Причем, обратите внимание, фотографировались в костюмах, в галстуках. Сегодня футболисты в наших, во всяком случае. Это англичане фотографируются. В моем костюме никто на улицу с гостиницей не выходил. А вот давайте посмотрим следующую фотографию. Время у нас уходит потихонечку. Вот эта фотография, это 65-й год. Это вы играли со Сток Сити. Да. Это май 65-го года. Тут узнаете себя вообще? Ну, еще не узнаем. Костюм, рубашка, галстук. Значит, это 1965-й год. Приехала Англия в Сток Сити, игра с черноморцем. Стадион был забит, аншлаг был. Вроде, говорит, 300 тысяч. А я думаю, что там были все 50 тысяч. Потому что сидели там, где только могли. Значит, мы их обыграли 3-1. И я сейчас как помню, да, в этой игре я чуть глаз не потерял. Да, значит, была подача в штрафную площадку. Да, я полез головой, да, англичане, да, через себя бьет поворотом. И так получилось, он мне в бровь попал, значит, мне быстренько там врач оказал помощь, да. И мы продолжали играть. Вот, значит, Сток Сити, да, говорится, вот Паркуян, вот Городенко, вон Попычка и вот я на первом плане. Вот такая история об этой игре. Ну, вот следующая фотография. Это Черноморец, Динамо-Киев, да? Да. Чеботарев против Пузыча. Да, да. А тут вообще, конечно, был интересный матч. Значит, ну, Динамо-Киев, она всегда славилась хорошими игроками. Там был и Пузыч, там был Саба, там был Турянчик, там был Володя Щегольков, там был Островский, там был, если я не ошибаюсь, Лобановского уже там не было. Он в этой игре уже играл против Динамо-Киева. И, значит, первую половину, да, мы проигрывали 2-0. 2-0 проигрывали, да. И, значит, ну, они вышли так на поле, там расслабленные немножко, все, да. И мы где-то им за 20 минут забили два мяча, и, значит, закончился этот матч 2-2. Забил, значит, первый мяч забил Валера Лобановский, а второй мяч забил Володя Дерявин. Еще мяч вострял, кажется, прямо в сетке там. Там еще фотографировали этот мяч, когда забили. Увисел прямо, да? Да, вот. Вот такая история об этой игре. А вот это вот команда «Металлург», 1953 год. Вспоминайте, кого вы помните из тех... Да я здесь всех помню. Наверху стоит, слева, как его, второй, Сева Миросниченко, первый. На очки. Ильичеев Володя. В середине стоит, с Херсона играл у нас Афанасьев, Коля. Дальше, Альтерович. Ну, судя по цветам, это весенняя такая фотография, да? Это третий справа, Альтерович. Да, все удивительно, да? А? Это считаете сколько? 63 года тому назад это происходило. Ну, давайте переходить к следующей фотографии. Я прошу прощения. Переходим к следующей фотографии. Это Черноморец уже 61-й год. Да. Класс Б. Вот, посмотрите на эти лица, вспомните своих... 61-й год? Да, это 61-й. 61-й. 61-й, да. Ну, это, говорится, футбольная команда Чеомолец. Тогда рекламируют наши команды, вот так, значит, говорится. И только там делали, здесь и портмонез нас делали, там, значит, говорится, распродавали. Вот. А это футбольная команда, тут еще Володя Щегольков есть. Вот когда я говорю, что, говорится, Володя Щегольков сыграл у нас первый круг, вот. И мы стали чемпионами, значит, Украины, да. А второй круг, он уже играл за Киевское Динамо. Анатолий Федорович Зублицкий, тренер, и Голиков Николаев. Вот Алидар тут у нас, вот, администратор команды, говорится, мы его, говорится, всегда называли, говорится, отцом, потому что действительно такой, как он был человек, говорится, хороший. Он всегда, говорится, был внимательный к нам, говорится, говорится, довольно, говорится, всегда с нами и общался, и все, потому что он бывший футболист тоже команды. А вот Владимир Викторович вспоминал, что Алидарта вообще знали по всему Союзу, да? Да. Его узнавали везде. Да. Был такой случай, Леня, извините, я перебью, на игру пришлось поставить Арабея. Арабеев в запасе играл, и получилось так, что Горелов, Коля Горелов, его с Крыма привезли к нам, в воротах играл, поставить Арабея. Ну, Арабеев первый груз, значит, оделся, красный свитер на нем, все, Алидарта, когда увидел, говорит, ты что, мишень устал? Так открыл рот этот, свитер летал кусочками, там. Горелов к нам приехал из московского торпеда. Из московского торпеда. Мы играли с ними, с торпедом московским. И он приехал к нам. И дальше уже с Гореловым, с Борисом, да, в рейс, он сам с Крыма. Он сам с Крыма, да. А вы рассказываете, что когда вот ездили на игры по Союзу в поезде, то там чуть ли не на каждой железнодорожной станции Алидарта знали. Алидарта знали, и Матьяш у нас администратор уже в СКА был. То же самое. Все проводники в сторону, только эти два человека, когда ехали, все дежурные по линии, все встречали, приветствовали их. Ну так уважали их. Так, ну давайте переехали в фотографии, я могу назвать фамилии еще. Давайте, у нас уже мало времени до конца эфира, мы переходим. Еще вот эта фотография, которую мы только что показывали, вот такая виньеточка, да, там интересно на обороте. Потому что делали эти вот виньетки, а на обороте делали еще таблицу, чтобы футболисты не только с одной стороны смотрели на лица любимых футболистов, но еще и вели, так сказать, таблицу чемпионата Союза. Рамки очень интересные были, обширные. Я все-таки хотел бы рассказать об этой команде, потому что команда это историческая. Это самая первая фотография. Да, это историческая команда, которая выиграла высшую лигу после 25-летнего перерыва. Адреса не видела 25 лет большой футбол. И вот эта команда, да, сделала подвиг. Мы шли на 13-14 месте. Я как сейчас понял, значит, мы играли с Ригой. В Риге, да. Приехала целая делегация с обкома партии, да, для того, чтобы сколько же можно проигрывать, да, и товарищи. Вот. И почти поставили всех одесситов. Всех одесситов поставили, да. А Рига, да, мы говорим, такие были высококлассные футболисты, сборная Советского Союза, такие, значит, как Смирнов, там еще многие товарищи, да. Мы, значит, обыграли в Риге, Ригу, да, обыграли 4-0. Вот. Потом поехали в Вильнюс, там, и мы, эта команда, вот эта команда сделала подвиг. Семь или восемь игр мы подряд все выиграли и вышли в высшую лигу. Ну, то есть, такая, ну, фантастическая история совершенно. Вот. Переходим к следующей фотографии. Это Черноморец тоже, 61-й год. Это Черноморецкий, Галяков, Елисеев, Попичка, Романов, Заболотный, Городенко, Гурбич, Дерябин, Чеботарев, Азаренко, Юлыгин, да? Да, да. Юлыгин, тут почерк Соловьев, Егоров, Колдаков, Двоенков, Фурс, Молочков. То есть, это все громкие имена от наших футболистов. Это Черноморецкий чемпион 61-го, чемпион Украины 61-го года. Вот. А на следующей фотографии, это еще команда была Пищевик. И тут, судя по состоянию поля, играть было не очень весело. Видимо, дождь прошел перед этим, да? Олег, на очки. Не надо. Помните, да? Помните Пищевик этот? Конечно. Александр Медович. Здесь первый стоит Романов. Романов, это судья. Свидатель Федерации футбола. Судья, да, да. Кулагин, Горелов. Вася Москаленко. А да Вася Мурик. Забыл, как его. Ну, это в Одессе, да, на нашем стадионе? Да, 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 да. И вот еще одна фотография. Вот курс. И вот еще одна фотография. Александр Медович, я вот хочу еще обратить внимание на одну фотографию. Тут уже вы в кадре точно боретесь за мяч. Вот посмотрите. Это Саша Иванов, что Николаева. И что ты борешься? А здесь я борюсь за мяч. Вы на переднем плане или вы за ним? Я сзади. За ним, да? Да. Но кто тогда мячом овладел, не помните? Кто тогда мяч забрал? Не помню. Не помню. А здесь на фотографии Володи, я забываю фамилии. Ну, действительно, уже больше полувека прошло. Конечно, Володя играл у нас в киевском Динамо. Вот Володя Богданович, Котя Фурс. Ну, вообще, в те времена у нас же в Одессе было. Вот сегодня Черноморцу грех жаловаться. Появились базы, да, есть на Архитекторской, в Савионе, там три поля очень хороших. В Отраде отличная, так сказать, тренировочная база. Вот. Ну, а с другой, это появлялось, вот, ну, приходилось складывать деньги, развивать эти базы, да? Ну, почему мы потеряли те стадионы? Какой у нас был локомотив? Какой у нас был стадион за строительным институтом? Динамо. Динамо. У нас были высококлассные команды, такие, как баскетбол, волейбол. Вот, значит, говорится, были, говорится, у нас был... А боксеры какие у нас были? Боксеры у нас были, штангисты, борцы, да? Одесса жила тогда спортом, была Одесса спортивным городом. Вот. Ну, сейчас немножко, конечно, утрачили это дело. Я думаю, что в дальнейшем это все появится заново. Вот. Потому что, понимаете как? Ну, если болельщики, я помню, значит, это я еще в СКА играл, это было в 60-м году, да? Мы играли, значит, одну восьмую финала Кубка Советского Союза с московским локомотивом. Ну, московский локомотив, такие играли, как Бубукин, Ворошилов, Маслаченко, вот, высококлассные футболисты сборной Советского Союза. А СКА тогда играла в классе Б. И нам по жеребенке попала, значит, московская локомотив. Вот. Ну, все готовились к этой игре. Вся Одесса, мол, приезжают сюда, говорится, высококлассные футболисты, вот, звезды сюда приезжают. И, значит, стадион был забитый битком, да, и мы их обыграли 3-1. Значит, я к чему это говорю? Значит, как болельщики болели? Я женой пошел, значит, на Дерибасу, там была Советская армия, и Советская армия, было, значит, угловой там гастроном. Вот. Я пошел там купить кое-что. Ну, ЦГ называли, центральный гастроном. Да. Я пошел купить, значит, что-нибудь покушать, перекусить, да. И я смотрю на соборки, это я пошел где-то часов 10 утра, да, на соборке тысяча людей стоит. Я говорю, что это они пришли со стадиона, мы обыграли локомотив московский, да, они всю ночь обсуждали, говорится, как СКА бы играла локомотив московский. До самого утра. Потрясающе. Ну, что ж, в наше время, к сожалению, подошло к концу. Я еще сказал бы, что я организатор семи стадионов. Семи стадионов? Да. Строй, гидравлика, два поля. Да. В Отраде два поля. И третье было еще поле, забрали его. ПНР-лагерь, Альбатрос поле. Это все мое. Семь полей. Конечно, сейчас, конечно, создают условия, отличные условия, только играй, только играй. Вот. У нас уже, наверное, программа заканчивается, я так понял, да, можно было бы еще поговорить-поговорить, но говорится, когда программа скачет, да. Ну, я надеюсь, наши молодые футболисты, сегодня защищающие цвета черноморцев, все-таки проникнутся духом вот этой истории, действительно, истории 80-летней нашего футбола. А вообще, говорят, что футбол в Одессе играли еще в 1800-х годах, вообще-то, очень давно. Но, увы, к сожалению, действительно, время подошло к концу. Спасибо огромное. Еще раз напоминаю, у нас в гостях были Леонид Федорович Чеботарев, Александр Дмитриевич Шируга и Владимир Викторович Аробаки. Мы хотим вам газетку дать. Здоровья вам, здоровья. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова